В Люберцах проводят профилактические мероприятия, направленные на борьбу с экстремальными увлечениями молодежи, руфингом и зацепингом. Они направлены на снижение несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта. Как прошел рейд на платформе Коренева, расскажет наша съемочная группа. Добрый день. У нас сегодня проводятся мероприятия, направленные на безопасность на железной дороге. Вот мама с папой прочитают своим сыночку в стихотворной форме. Сотрудники линейного отдела полиции проводят профилактические беседы и напоминают об ответственности за противоправные действия на объектах железнодорожного транспорта. С начала года на участке пути Люберцы-2-Черуси выявлено 10 нарушений. Большинство зацеперов – тинейджеры. Подростки катаются как на крышах электропоездов, в межвагонном пространстве, а также на внешних частях кабины электричек. Данные правонарушения подпадают под административные правонарушения. Статья 11.17 Кодекса административных правонарушений. И если подросток достиг возраста привлечения к административной ответственности, соответственно, мы составляем протоколы. Подросток ставится на профилактический учет по месту жительства. К административной ответственности привлекают граждан, достигших 16 лет. Если нарушитель младше, инспекторы проводят профилактическую работу с его родителями, которых также могут привлечь к административной ответственности и наложить штраф. Если родители следят за ребёнком, как он возвращается, во сколько возвращается, в каком виде возвращается, то есть испачкан руки, одежда, какими-то машинами, маслами. Если они за такое заметят, то, конечно, им нужно переговорить со своим ребёнком, не катается ли он, и объяснить ту опасность, что достаточно одного неловкого движения, либо удар током, либо падением, как правило, всё это смертельно. Рейды на объектах железнодорожной инфраструктуры проводят ежедневно. И они действенны. Статистика последних лет свидетельствует о значительном снижении количества погибших.